Друзья, всем привет! Мой голос до сих пор еще охрипший, я болею. И сегодня у нас на обзоре тачка, которую многие ждали и многие хотели услышать от нас мнение о этой модели. Это Xiaomi. Xiaomi. Suzuki Jimmy. В 16-м масштабе. Давайте распакуем и посмотрим, что там у нас в коробочке. В этой такой красивой, яркой. Ух, какая она сочная. Вот так вот. Вот такая вот тачка. Ну и давайте сделаем обзор, ребят. Давайте посмотрим вначале, что у нас в комплекте. У нас в комплекте инструкция. На китайском языке вся полностью. Кстати, модель взяли в магазине Banggood. Ссылка на нее сразу скажу в описании под видео. Зарядное устройство, я так понимаю, блока питания нет. И заряжать, наверное, можно от любого блока питания для мобильных телефонов. А заряжается, кстати, тачка я уже знаю, ребят. Она заряжается вот здесь вот сзади через выхлопную трубу. Что, на мой взгляд, очень даже прикольно. В выхлопуху вставили зарядку и заряжаем машинку. И у нас еще в комплекте идут наклеечки. Наклеечки, кстати, качественные. К Xiaomi, Suzuki. Всякие наклейки, которые нам нужно наклеить на фары, по всей видимости. Ну, наверное. Ладно, отложим их в сторону. Слышен был звон, шум отверток. Да, они не просто так лежат здесь, ребят. Мы тачку будем полностью все это разбирать. Но для начала давайте бегло ее осмотрим. Прикольно. Резиновые зеркала. Смотрите, резиновые зеркала. И с этой стороны у нас есть вот такие вот отражатели. Имитация зеркал. Шины. Шины мягенькие. Шины приклеены к диску. Диск прикручен на гайку. Прикольно. Мосты заблокированы. Полный привод на все четыре колеса. Все сделано, ребят, хорошо, качественно. Чувствуется, что взял в руки именно вот, ну, вещь такую дорогую. Дорогую вещь. Не просто какую-то китайскую там дешевку. А именно дорогую такую. Прямо уже хорошую. Игрушку в данном случае. Спереди у нас значок Судзуки. Хромированный. Ну, не буду скрывать, что тачку мы уже эту вчера смотрели без камеры. Я даже больше скажу, что на ней уже сделана подсветка. Сейчас вот смотрите. Включается вот здесь снизу кнопочка есть такая. Оп. Красивая подсветка, опять же, на кнопке. И у нас загорелись передние фары. В стоке, то есть прямо из коробки, если вы эту тачку купите, у вас фары гореть не будут. Вот. Это мы уже сами сделали сегодня буквально по-быстренькому. Ну, и, ребят, для того, чтобы эта машинка поехала, а она умеет ездить. Да, это не просто вот игрушка, которую так можно катать. Хотя и, наверное, просто так ее можно катать. В общем, нам нужно скачать приложение на мобильный телефон. Я уже его скачал. Называется оно MeCar. Вот такое приложение. Здесь у нас, собственно, анимация этой самой тачки. Управляется модель через Bluetooth. Включаем машинку. Нажимаем Connect. Выбираем нашу тачку. И все. И управляем ей с помощью нашего телефончика. Поворачиваем колесики. Давайте бегло пробежимся по настройкам на телефоне. У нас есть, собственно, выбор режимов. Стики меняются местами для управления. У нас есть язык, естественно, английский. Больше ничего интересного. Далее, ребят, здесь у нас можно посмотреть параметры вашей машинки. Не знаю, зачем. Собственно, ну, прикольно. Такая приложуха, в которой можно так вот внешний вид посмотреть. Может быть, они потом что-то сделают в качестве прокачек для этих машинок. Может быть, какие-то еще другие тачки добавят. Но пока что вот здесь просто можно посмотреть характеристики скорости, контроля управления и прочего. Далее, у нас здесь триммеры и реверсы. То есть, если машинку, например, ведет влево или вправо, то можно ее подтримировать. И здесь у нас еще есть вот такой режим. Это режим управления через гироскоп. Когда мы с вами, оп, телефон поворачиваем. И у нас поворачиваются колесики. Ну, естественно, что вперед машинка не поедет. Чтобы поехать вперед, нам нужно все равно нажимать на экране телефона. И последние две настройки, друзья, это, во-первых, ограничение скорости. То есть, на максималку машинка будет ездить либо со средней скоростью. И эта настройка, это включение тормоза. Ну, здесь можно так сказать, ручной тормоз. То есть, когда машина стоит. Вот сейчас я выключу его. Она катится свободно. Если я включу, то появляется такое небольшое усилие. То есть, если машина будет стоять вот так вот на склоне, она вниз, по идее, не будет скатываться. Либо будет скатываться, если вы эту функцию выключите. Знаете, что я скажу сразу вам, друзья? Что это не внедорожник. В том плане, что на улице ее покатать по грязи или там по каким-нибудь по песку не получится у вас. Мощности мало, это первое. И второе, что она для этого не предназначена. Эта машинка для покатушек дома, там, по помещению, не на улице, ребят, не на улице. Чтобы ее катать на улице, ее нужно прокачать, протюнинговать, нужно поменять мотор. И, скорее всего, электронику тоже все придется поменять. В этом видео я хочу эту машинку полностью разобрать. Я думаю, что и вам это тоже интересно. Вы очень много в группе спрашивали об этой машинке, да и просто я видел много постов от вас же. Опять о том, что, мол, купите эту тачку, купите эту тачку, купите эту тачку. В итоге тачка у нас. Правда, купили ее не мы, а купил ее наш друг Юра. За это ему спасибо огромное за то, что дал нам эту тачку на обзор. Вот. Ну и купили мы ее, как я уже сказал, в магазине Бангут, ребят. Ссылочка в описании под видео. Вот. А катать мы в этом видео ее не будем, ребят, потому что неинтересно катать ее просто в помещении. Ну, как по мне, у нас нету пока что такой большой какой-нибудь трассы или... Ну, у нас мастерская, в общем, много работы, ребята работают и даже некогда сейчас покатать. Плюс мы еще тут болеемся периодически, поэтому... Ну, даже не знаю. Покатать ее можно вот по гаражу. Даже ограничим немножко скорость. Вот, давайте покатаем ее. В принципе, она довольно такая, довольно шустрая. Что касается плавности, то смотрите, например, плавно ехать назад получается, вперед. Ну, вот это вот самое плавное, что у меня получается из езды. Управление колесами у нас пропорциональное. Соответственно, чем больше мы вот здесь вот на этом стике влево или вправо поворачиваем, тем у нас больше поворачивают колеса. То же самое и газ. Чем сильнее мы газуем, тем быстрее машинка у нас скидет. Ребенку тачка однозначно будет интересна. Да и не только ребенку, и взрослому человеку тоже. Знаете, что я скажу? Что за эту модель не стыдно. Не стыдно показать ее, не стыдно ее подарить, потому что она такая прям, ну, игру качественная. Все-таки Xiaomi, да, это не китайские там дешевые бренды. Здесь все классно сделано. И пластик хорошего качества. Причем он такой, знаете, как бы не глянцевый. Он что ли матовый. И на нем отпечатки пальцев даже не видны. Вот смотрите, я вот его лапаю. Отпечатки пальцев на нем не остаются. Ну, на стекле, конечно же, остаются. Стекла тонированы, внутри никакого салона нет. Стекляшки сделаны качественно, они с рисунком. Все вот эти вот даже поворотники и габариты, все это здесь выполнено из стекляшек. Единственное, что сзади только можно было бы заморочиться, еще покрасить их в оранжевые, в белые, в красные. Да, чтобы было классно. Короче, что я говорю? Давайте тачку мы вырубаем, приложуха мы выключаем. И, ребят, мы ее разберем. Смотрите, чтобы разобрать эту тачку, вам потребуется отвертка на полтора шестигранная. Вам потребуется отвертка на два шестигранная. И вам потребуется вот эта часовая отвертка. Я не знаю, на сколько она, ребят, на ней написано Т5. Т5 отвертка. Вот, она вам тоже понадобится, потому что по-другому вы ее не разберете. Значит, смотрите, у нас есть, во-первых, вот здесь вот такая заглушечка. Сняли. Здесь у нас винт. Винт у нас здесь на два. Его нужно обязательно открутить, значит, тачку вы не разберете. Следующие два винта откручиваем отвертки на полтора. Смотрите, на полтора. Зачем столько разнообразного крепиша, я не понимаю. Можно было все винты на полтора здесь поставить. И все, и не парится. Далее берем опять отвертку на два. Засовываем ее вон туда. Давайте выключим, кстати, ее, а то разрядится еще. Вон туда ее, ребят, засовываем. И там у нас еще два винта. Да, они плохо видны. Не знаю, наверное, видно там уже как на камеру. Да, нет, вообще они видны. Вот там вот, в общем, ребятушки, есть два винтика. Мы их откручиваем. Отвертка на два. И далее мы берем с вами ту самую отвертку часовую. Или, как она там, для телефонов. И откручиваем вот эти четыре винта. То есть, насколько заморочена разборка этой тачки. Ребенок ваш явно ее просто так не разберет. Ребята, явно там с помощью крестовой отвертки, да, хрен там. Чтобы разобрать эту машинку, придется еще и, наверное, на отвертке купить обычному пользователю. Все. И вот теперь, и вот теперь, и вот только теперь мы с вами можем разобрать машинку. И вот здесь вот наш проводочек. Собственно, передние фары, как я и сказал, мы их спаяли уже вручную. Ну, значит, что по корпусу? По корпусу это, в принципе, сказать особо нечего. Корпус, как корпус, сделан из пластика. Такой вот он весь интересный. Машинка в 16-м масштабе. Многие просили примерить корпус УАЗика. Ну, и как вы видите, ребята, это, не знаю, смехота какая-то. Не подходит явно. Явно не подходит УАЗик для этой шаськи. Все, ребят, начинаем. Начинаем разбор модели. Давайте начнем с того, что замерим колесную базу. 143,5 мм. Это колесная база. Ширина у нас получается от колеса до колеса здесь 102 мм. И диаметр колеса 47 мм. Вот, 47 мм диаметр и ширина его 16 мм. Вот, ребят. Надеюсь, кому-нибудь эти данные будут полезны и пригодятся. По электронике давайте пробежимся немножечко. Сзади у нас аккумулятор. Аккумулятор литиполимерный, как я понимаю. Однобаночный, да. Однобаночный аккумулятор из 4,2 вольта. Проводочки вот на зарядку, которые идут к выхлопухе. Моторчик здесь, ребят, интересный. Интересный моторчик. И плата управления. Здесь все в одном. То есть это и приемник, и регулятор, и все-все-все-все-все. Подписано все. Мотор, батарея, серво. Серво, кстати, серво здесь трехпиновое. С серво размером. Размер серво я даже, ребят, не знаю. Ну, сюда подойдет серво, короче, от VPL, который на коробку устанавливается. Вот, и от TRX. У Traxxus есть серво, который на коробку устанавливается. Вот, они сюда тоже подойдут. Размер вроде бы похож. Давайте разберем ее. Машинка уже. Мне интересно, как здесь крепится колесо. На чем оно держится. За счет чего там. Что там, хекс, не хекс там, ребят. Очень интересно посмотреть. Мы эту тачку полностью раздербаним. Сейчас, ребят, полностью всю раздербаним ее. Окунемся, так сказать, в мир Xiaomi моделей машинок. Гайка на два, по-моему. И здесь у нас, ого, смотрите-ка, друзья. Хекс, нифига себе. Ребят, нифига себе. Вот это качество. Вот это классно. Хекс на 7 миллиметров. На 7 миллиметров хекс. Прикольно. Он пластиковый, такой малюсенький. Обалдеть. Вот это они заморочились, ребят. Вот это классно. Хекс. Маленький пин. Сейчас я буду вытаскивать это все дело. Вот он, маленький пин. Вот он, хекс. Чулок моста. Значит, ребят, по подвеске. У нас подвеска здесь на вот таких вот амортизаторах. Ходы у подвески, как бы, они есть, но и в то же время их нету. Нету их потому, что, смотрите, у нас мост. Он сразу идет одним целым вместе с тягой. То есть вот здесь вот нету шарнирного соединения. И здесь, опять же, у нас нету шарнирного соединения. То есть мост не диагоналится. Ему некуда диагоналиться. Если бы здесь были шарниры, если бы были вот эти тяги нам привычные уже для модели, то мост бы вот так вот диагоналился. А так, ходы какие-то есть. Но, ребят, опять же, да, ходов нету. Это плохо для оффроуда. Но в то же время это хорошо в плане копийности. Потому что на настоящей машине, как бы, таких ходов больших и нету. И здесь, когда мы тачку с вами ставим, она немножечко проседает. И, в принципе, получается довольно реалистичные. Именно реалистичные ходы у подвески для такого масштаба. Карданчики пластиковые. Сейчас до карданчиков мы еще доберемся. В общем, давайте, что ли, ради интереса, разберем задний мост. Давайте открутим. Я заметил, что все шаровые вот здесь и, я еще видел шаровые, на передних поворотных вот этих механизмах, они металлические. Металлические шары, ребят, это классно. Это говорит о качестве, опять же, то есть, ну, в плане качества, я говорю, здесь все хорошо. Эту модель не стыдно подарить даже взрослому человеку. Вот, шары, они полностью металлические. Устройство амортизатора самое простое. Пружинка. Внутри у нас там пин забит металлический. Ребят, насколько вот заморочились, да, даже в амортизаторах, в дешевых амортизаторах используют металлические пины. Вот здесь, не пластиковые, а именно металлические. Здесь никакой нагрузки на этот элемент вообще не приходит. Но заморочились и красавчики, в общем, мне нравится, мне нравится. И очень классно, что металлические шары здесь. Все, задний мост скинули. Жалко, что нет инструкции в комплекте. Собирать будем по памяти. Давайте мост разберем. Ладно, разбираем. Так, о, нифига себе, ребят, вот это да. Почему это вызвало у меня сейчас такой восторг, я не знаю. Правда, не могу вам сказать, может, поболею. Короче, здесь, здесь даже оси металлические. И обратите внимание, как качественно они сделаны. Вместо вот этой втулки можно смело ставить подшипники. Подшипник здесь будет 3х6х2,5 мм. Я уже на глаз вижу такие же подшипники ВПЛ. И ГП-шка, вот она, ребят, ГП-шка. Здесь у нас втулочки. Вместо этих втулочек, скорее всего, можно поставить подшипники. И ГП-шка, ну, ГП-шка пластиковая, да. Чудо не произошло. Если бы ГП-шка была металлическая, это было бы вообще пушка-гонка. Представляете, металлическая ГП-шка, друзья, просто. Это было бы классно, но нет. ГП-шка выдержит нагрузки этой машинки. Никто эту машинку там в грязи насиловать не собирается. Ну, по крайней мере, мы не собираемся. Все, вот такой вот мост. Внутри было мало совсем смазки. Ну, в принципе, ее здесь много быть и не должно. Кому интересно, напишите в комментариях, сделать ли нам сравнение этой машинки с ВПЛ-кой. Ну, в том плане, что померить ли все вот эти вот шестереночки. Я вот так вот смотрю на нее, визуально она похожа на шестеренку от ВПЛ. И коническая вот эта шестеренка визуально тоже похожа на ВПЛ-овскую. Интересно, вдруг можно это сюда как-то поставить и что-то с этим сделать? Потому что, потому что я говорю, ребят, что мосты довольно качественно сделаны. Сами все видите. И оси такие хорошие, и мосты, и орех у нас маленький, и хексы. Хексы есть на колесах. То есть, в принципе, можно как-то что-то от этой машины использовать для проектов, для постройки каких-то там своих проектов. Интересно. Так, давайте посмотрим на карданчик. К сожалению, крестовина пластиковая. Одна, получается, ось. Одна часть у нас вот здесь вот пластиковая, а вторая вот металлическая. Было бы круто, было бы классно, если бы, ну, пускай даже крестовина была бы пластиковая, а вот эти вот оси, они были бы все металлические. Тогда бы надежность была бы гораздо выше. Мы так на Орландо сделали. У нас на Орландо мало привода пластиковые. Мы вот прокачали их. Кстати, скоро видео про Орландо, там все покажем. Ну, собственно, карданчик, как карданчик. Так, далее мне интересно разобрать раздатку. Снять ее, посмотреть, что, как она тут сделана. Чтобы снять раздатку, я так понимаю, что придется отодрать, наверное, вот эту наклеечку. Давайте все-таки покажу вам, как там устроен механизм поворота. В том плане, что ЦВДшные там у нас стоят привода, либо же там просто чашка и ответная часть. К сожалению, да, не ЦВДшные привода. Вот, надеюсь, вот так вот вам видно. Вот смотрите, вот она чашка. И вот там вот ее ответная часть. Вот, не ЦВДшная. Ну и выворота у тачки большого нету. Маленький такой вот выворот. Передний мост, ребят, разбирать не будем. Потому что там внутри все будет то же самое, что и в заднем мосту. А сам вот этот механизм поворота кулаков я вам показал. Снимаем аккуратненько вот эту наклеечку. Прикинь, там сейчас ничего не будет. О, здесь по-любому. Как же, как же. Так, наклеечку мы еще потом назад приклеим. И здесь у нас три винта. Аж целых три винта. И по ходу дела... Что, на полтора, да? Нет, не на полтора. Да ладно, что, какие-то другие винты, что ли? Вы издеваетесь? Мне опять идти за набором? Ребят, здесь еще какие-то шестигранники. Ваш ребенок точно не разберет эту тачку. Даже если захочет. Ой, даже если очень захочет. У него просто столько отверток не найдется. Я пошел искать отвертку. Меняем отвертку. У нас такие тоже, знаете, отверточки эти. Не шибко-то мы часто ими пользуемся. Этим набором вообще. О, подошло. Так, надо эти винтики отдельно куда-то положить. Разбираем все дешевым набором с Алиэкспресса за 150 рублей. Такие вот отвертки у нас есть. И очень редко мы ими пользуемся. Так, винтики эти в сторону. Это получается сколько у нас? Это уже четвертый. Четвертый вариант крепежа у нас здесь используется на модели. А можно было все сделать одним. Потому что диаметр резьбы на всех этих винтах одинаковый. Отличается только лишь тем, что вот разбираем мы все это дело разными отвертками. Блин. Короче, да. Нам мешают провода. Ну, постараемся как-нибудь вот так это дело все подразобрать немножечко. На моторчике у нас написано, ох, даже время его изготовления. 2020 год, седьмой месяц, 29 число, в 17 часов его изготовили. А что за моторчик, ребят? Ну, на 180-й он не похож. Он не похож на 180-й мотор. Я, честно говоря, не знаю, что это за мотор. Первый раз я такой мотор вижу. Длина моторчика у нас 26 миллиметров. Диаметр его... Ну, короче, с одной стороны диаметр у него 15,5. А с другой стороны у него диаметр 12. Ребят, не знаю, что за мотор. Напишите в комментариях, может быть, вы владеете такой информацией. Мне интересно разобрать вот эту раздатку. Давайте посмотрим, какой же она отверткой разбирается. О, она разбирается, кстати, тоже самая отверткой. Все откладываем отдельно. Нам это все дело сейчас еще нужно по-быстрому собрать. Иначе просто модель будет в таком виде. Все. Мы Юрке ее так и отдадим. Он не обрадуется. Грут в шоке. От такого обзора на Xiaomi. Теперь канал будет на его... Уберем его, да. У нас на груду камера фокусируется. Сколько же винтов на этой раздатке-то, а? Ну и вскрываем. Опа. И здесь у нас пластиковая шестеренка. Да, ребят, пластиковая шестеренка. И также пластиковая шестеренка у нас на моторчике. Сделано это, скорее всего, для меньшего шума. Потому что, когда мы устанавливаем металлическую или латунную шестеренку на моторчик, и даже если у нас вторая шестеренка пластиковая, то машинка сильно шумит. Эта же тачка ездит довольно тихо. И, скорее всего, именно поэтому здесь стоят пластиковые шестеренки. Вот. Но нам-то интересно, что тут дальше еще. А дальше здесь, наверное, еще ряд ш... А, я понял. Короче, не все так просто. Чтобы добраться до вот этой части раздатки, нам нужно разобрать эту часть раздатки. На маленькой вот такой вот гаечке здесь все это дело прикручено. Снимаем шестереночку. Пластиковая шестеренка, одета на металлический вал. И вот здесь у нас есть еще винты. Ну, два винта, которыми мотор прикручивается. Кстати, 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 друзья. Да. Хотите, я вам скажу. Небольшой спойлер по данной машинке. Мы его будем прокачивать. Мы будем сюда, скорее всего, если Юра согласится, ставить другую электронику, устанавливать и другой мотор. Может быть, даже БК-шный. Все зависит от Юры. Что нам Юра скажет на эту идею? Я бы поставил. Честно, я бы взял, я бы взял, я бы прям вместо этого мотора поставил бы БК-шечку сюда. Двубаночный аккумулятор. Даже можно и трехбаночный. Даже и трехбаночный можно. И сюда спокойно можно поместить регулятор и аппаратуру управления, приемник для аппаратуры. И все, и все, ребята, и тачка будет уже другого уровня. Давайте последнюю часть раздатки вскроем. Тут у нас еще одна шестеренка. Одета она на металлический вал. И здесь у нас еще одна пластиковая шестеренка. Все, ребята, вот такое устройство раздатки. Валы все металлические. И посмотрите, как они качественно, как они хорошо сделаны, выполнены. То есть, игру. Какой-то третий раз я говорю за этот обзор. Качество. За качество не стыдно. Ребят, за качество не стыдно. Классная тачка. Реально. Можно даже взрослому подарить. Все. Что, к силаме-то мы разобрали? Кто собирать будет? Вань. Вот все, что у нас осталось. Вань! Вот все, что у нас от нее осталось. В целом, все классно. Мне нравится. Тачка прикольная, тачка интересная. Вы сами слышали мои эмоции. Я тут пару раз даже удивился. Причем, реально удивился. Я не ожидал такого здесь увидеть. Классно. Мне нравится. Маленькие колесики. Кстати, можно их использовать для какого-нибудь проекта. Даже посмотрите, какой на них рисунок. Ребят, рисунок на них прям такой интересный, красивый. И они мягенькие. Поролона внутри нету, да. Поролона внутри нету у них. Пустые. По лужам, по воде катать, наверное, нельзя. Да, нельзя, скорее всего. Не могу, кстати, сказать об этом. Ну-ка, давайте посмотрим на коробке. У нас производитель нам, что нам еще обещает? Полный привод, повороты, зарядка, бла-бла-бла. Но ничего не написано здесь про влагозащиту. Скорее всего, нельзя катать ее по лужам. Ребят, я бы не стал. Тачка чисто для дома. Для домашних покатух, покатать по ковру, по дивану. Кота погонять. Собаку, может быть, маленькую какую-нибудь по дому погонять. Вот, для этого машинка вполне пригодна. На этой ноте видео заканчивается. Надеюсь, видео вам было полезно. Надеюсь, я смог ответить на ваши вопросы. Надеюсь, что я смог показать вам. Да не то, что смог, а я показал вам всю тачку эту в разборе. Смотри, конструктор. Был Xiaomi, а стал конструктор. Который нужно теперь кому-то собрать. Сейчас пойдем на камин ножницы спорить, кто из нас будет ее собирать обратно. Дорогие подписчики, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Я всем желаю удачи. Не болейте ни в этом году, ни в следующем. Будьте здоровы. Еще раз подписка. Колокольчик там, лайк. Все дела. Все нажмите, все прожмите. И комментарии напишите. Всех с наступающим Новым Годом. Кстати, надо елочку в гараже поставить. Всем пока. Пока.